беспредел безобразие бардак бедлам вот понравилось бы вам такое в собственной жизни наверное нет гораздо приятнее блаженство комфорт умиротворенность и счастье но почему такие разные творим мы все это блядство по отношению к себе подобным в жизни и на дорогах мы же люди-человеки которые если вспомнить звучат гордо согласен жизнь в этой непонятной стране под именем россия спокойной не назовешь вся та мерзость которая делается для народа правительством и варьем с модным названием олигархи действительно вызывает отвращение и злость но давайте будем выше этих чувств по крайней мере для тех кто нас окружает а избыток адреналина скинем там где то можно сделать без вреда для окружающих нам помогли это сделать пообещав при этом целое ведро адреналина и обещание свое сдержав и так как вы уже поняли мои любители экстрима быстрых гонок пробовали практически все но вот это первый раз 80 кубиков много это или мало казалось бы мопед но это не мопед это зверь чтобы доказать вам это попробуем тоже без каски честно говоря делать нечего безопасности безопасность и безопасность звериный рык это первое что встречает мотоцикл кавасаки в Субтитры сделал DimaTorzok А вот эта козюля, она практически провернула меня на месте. Я, конечно, понимаю, что это высокая посадка, но как 80 кубиков так выдергивает, это только начало. И если вспомнить всю свою сознательную жизнь, то транспорт на двух колесах был для меня вторым после автомобиля. Началось все, конечно же, с велосипеда, затем мопед и мотоцикл. Но сравнивать восход и Кавасаки невозможно. Буйство дикой, ни в чем не сравнимой силы набирает сотню за 3 секунды. А дальше, ребят, надо включать голову. Этот зверь способен вздыбиться на заднее колесо и под центнером живого мяса. После первого раза у вас, без сомнения, возникнет желание, как это еще и еще и еще. Такое желание возникло. Двигатель вот этот раскручивается до 12 тысяч оборотов. Скажем прямо, это практически в два раза больше, чем стандартный автомобильный бутылок. Именно благодаря такой обороте, достигается для 80 кубов мощность от 40 кс, сравнимая с Уралом. Но мотоцикл этот умеет сделать то, на что Урал никуда не будет. Сейчас мы вам покажем. Самое сложное на старте Это дай книгозамыть. Чтобы потом мучительно-больно разгревать себя щебом. Стартеры, побычнее. Старте. Конь из мяса и конь из железа. Казалось бы, откуда в этом небольшом, но авторитетном агрегате берется такая дикая сила. Мы, конечно, хотели опробовать все мотоциклы для мотокросса. Но оценив всего каких-то 80 кубиков, решили благоразумно воздержаться от более мощных агрегатов. А вы посмотрите, как эти мопеды, имеется в виду самый малый объем двигателя, умеют летать. Весь этот, без сомнения, прекрасный и, скажем честно, щекочущий нервы вид спорта был некогда доступным. Затем угниченным, но не правительством, а отсталостью отечественной техники. А уже после элитарным. Потому что стоимость любого из этих скакунов выше 2000 долларов. Элитарным он, кстати, стал после такого любимого олигархами. И ненавистного обычным людям дефолта. Так вот и сегодня. У нас очередной дефолт. В очередной раз нам это дело сделало правительство. Какого ляда? Почему? Мы же вроде так же работали. С какого перепуга мы не можем себе купить нормальные мотоциклы, нормальные машины? Зачем это надо делать? Я объясняю. Не надо это делать. Потому что это бред. Но иметь таких красавцев и управлять органом дикой необузданной силы, который становится послушным пегасом, умеющим не только скакать, но и летать в руках настоящих пацанов. И будем надеяться, в будущем они станут крепкими мужиками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова